Ну а мы из мира кинематографа возвращаемся в мир 25-го кадра и в студии 5-го канала в Москве. Вместе с нами продолжают обсуждать тему ужаса зубного кабинета музыканты группы Underwood, врачи по образованию. Друзья, скажите, пожалуйста, вот медийные люди, столько зрителей, поклонников, да, там всякие съемки, они сами решают свою проблему зубов? Хочу с такими зубами ходить? Хочу, вот вообще без зубов буду ходить. Или продюсер принимает решение, так, тебе мы ставим брекеты, тебе там фиксу какую-нибудь золотую для, ну, по приколу, да? А ты, Шура, ходи без зубов. А ты ходи вообще. Насколько тут вот личное какое-то пространство соблюдается? Ну, вы знаете, мы принадлежим к жанру рок-музыки в большей части, и у нас чем хуже, тем лучше. То есть шрамы мужчины украшают его лицо, и мы можем вспомнить, кстати, один из наших коллег, ваш, кстати, выдающийся совершенно... Я тоже про королевство подумал, да. Да, выдающийся ваш земляк, горшок, известный очень-очень многим людям, он недавно реставрировал себе фасад зубов, и чем просто шокировал общественность. Возмутил! А так он широко улыбался и имел совершенно потрясающий образ. Нет, мы не имеем влияния со стороны каких-нибудь там продюсеров, которые бы могли нам что-то рекомендовать. Скорее всего, вот... А у нас жены, они хорошо выглядят и хотят, чтобы мы тоже хорошо выглядели. Я их понимаю. Ну, темы брекетов вы нас заинтересовали. Нам это есть брекетами, очень понравилось. Оказывается, древние сирийские люди чистили зубы пальцем, обернутым тканью, да. В Древней Греции чистили зубы с помощью порошка пензы и винного уксуса. А вот еще в Древнем Риме, знаете, они там полоскали зубы кровью черепахи, такая профилактика у них была. И козьим молоком полоскали рот для белизны зубов. Скажите, у вас есть какие-то свои вот такие вот тонкости в чистке зубов, может быть, которые вы знаете и используете? Кроме зубной пасты. Кроме крови черепахи. Нет, совершенно нет. Ну, все очень традиционно. Единственное, что я очень люблю и всем рекомендую нить вот эту зубную. Босс. Да, 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 да. Мне кажется, что это очень полезно, гигиенично для рта. Вообще, хорошо, когда изо рта хорошо пахнет. И следить за запахом изо рта и за цветом зубов, конечно, необходимо. Ребята, скажите, пожалуйста, у вас... Ну, ничего специального нет. Никаких растворов мы не принимаем, не применяем. И спасибо, что вот ваш гость рассказал о соде, потому что я соду и в последнее время только ванну чищу. Теперь можете ванну облизывать просто. Вот люди шоу-бизнеса, посмотрите, сразу. Мы ничего не принимаем, мы ничего не принимаем. Уже так прямо отработанная фраза. Никаких растворов. И порошков тоже. Да. Скажите, пожалуйста, ребят, у вас полный комплект 32 или 28? И если вы прощались с зубами мудрости, то как? У нас очень простой телефон, как говорил Хармс. 32 зуба и 8 пальцев. 32, 08, 32. А, кстати, у нас стоматологическое здоровье с Владимиром хорошее. То есть удаленных зубов нет. И, насколько я знаю, мы друг друга давно знаем. И если у кого-то что-то болит, то мы сообщаем друг другу. К стоматологу ходить стали поздно. Но у меня вот дырки появились первые в 23 года. Простите за интимные подробности, но мне как-то формата... Дырки в зубах. Предполагаю, да. Здесь можно уточнить. После антибиотикотерапии. У меня был курс антибиотикотерапии, видимо, пошатнулся баланс микрофлоры в ротовой полости. И где-то через месяца 3 у меня появилось там в пятерке первый дефект появился. Это было очень неприятно, страшно переживал. Я подумал, что это старость. Ну нет, это не так, это антибиотики. А смотрите, мы сейчас пришли к тому, что пошла мода на белые, здоровые, желательно ровные зубы. И все к этому стремятся. Но когда все обзаведутся такой прекрасной белозубой улыбкой, что будет с модой? Что войдет в моду? Как вы думаете, может, кривые, черные зубы, может, дырки какие-то, фиксы золотые? Что-то меня в фантазии разыграло. Ну, конечно, борьба и единство противоположностей. Теза, антитеза. Если все будут ходить с белыми улыбками, то, конечно, в моду войдут такие разваленные Акрополя во рту. Давайте не будем в тренде. Я считаю, что это совершенно нормально. И эти люди будут работать ведущими на Первом канале. В крайнем случае, на Пятом. И на Пятом. На Первом будет работать те, у кого один зуб, на Пятом пять. На всех федеральных каналах, да. Спасибо огромное, ребят. Музыканты группы «Онзервуд». Этих людей будут заниматься политической деятельностью. Они будут участвовать в выборах. Как минимум, муниципальных. Чем кривее зубы, чем меньше их во рту, тем ртуальнее политика. Мне кажется, сейчас продан секрет политтехнологам. Да, 2020. Спасибо огромное, ребят. Музыканты группы «Онзервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко были вместе с нами сегодня утром на пять. В рамках обсуждения темы ужаса зубного кабинета у нас сейчас ценные информации. Ну, а после нее мы таки будем смотреть эксперимент Степана Иванова.